Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют, согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал маленькое изменение за последние 24 часа. Конечно, есть некоторые исключения. Например, Cardano зафиксировал дополнительные хорошие изменения. Рост за последние 24 часа. Я хочу сказать, что вчера я обсуждал ценовой график Cardano. И поэтому сегодня давайте мы перейдем к следующей криптовалюте по рыночной капитализации. На данный момент это Bitcoin Satoshi Vision. То есть сегодня я прокомментирую, согласно техническому анализу, как выглядит график с Bitcoin Satoshi Vision. Итак, текущая цена 155 доллара. График линейный за последний один год показывает нам, что цена движется вбок. Все-таки перед тем, как мы перейдем к графическому анализу на разных таймфреймах, то есть начиная с месячного таймфрейма, я все-таки хочу упомянуть в известной степени фундамент экосистемы Bitcoin Satoshi Vision. И это так называемый хешрейт. Вот видно, что с, допустим, там конца 2018 года было несколько таких резких изменений на графике хешрейта Bitcoin Satoshi Vision. Но в целом хешрейт, видимо, движется вбок. То, что говорит о том, что если доверять этому показателю, соответственно, цена также бы должна двигаться вбок. Итак, вот он практически график. Я сейчас уберу все вот эти объемы, лишние горизонтальные и вертикальные серые линии, чтобы график был чище. И давайте посмотрим, что у нас на графике. Первое. Очень мощный рост произошел в январе. И это была очень мощная бычая свеча, которая подтянула цену до уровня примерно в 450-460 долларов. Однако мы знаем, что в феврале ситуация, к сожалению, на финансовых рынках ухудшилась. И практически на криптовалютном рынке также произошло снижение. Вот она, практически февральская негативная свеча, которая продолжилась, продолжилась, вот этот негатив продолжился и в марте. Потом маленький оскок на графике биткоин Сатоши Вижен. И в мае-июне, к сожалению, также зафиксировались здесь медвежьи свечи. Но я говорю к сожалению, потому что это практически на всех графиках криптовалютах очень схожая динамика. Было бы лучше, если общий тренд был бы положителем. Итак, что у нас сейчас есть? Ну, здесь четко ясно видно, что была попытка бычьего поглощения. Однако она не усуществилась. Тело вот этой бычьей свечи оказалось, осталось и внутри тела медвежьей свечи. Потом практически у этих медвежьих свечей видно, что локальные максимумы упускаются. А также локальные минимумы. То, что говорит о том, что пока еще сила у медведей. Они давят на рынок. То есть это на weekly time frame. Конечно, я все-таки хочу упомянуть, что если посмотреть на вот эту мощную бычью свечу, скорее всего, где-то нижний предел или нижняя часть вот этого рейнджа является вот здесь мощной поддержкой для цены Bitcoin Satoshi Vision. Так что даже если продолжится снижение, согласно графическому анализу, там цена уже по сути предполагается, что может отскочить. Итак, давайте сейчас перейдем к недельному таймфрейму. Что у нас здесь есть? Мощное движение вверх в начале года, мощное движение вниз. Отскок в второй половине марта. Потом в апреле консолидация. И вот сейчас снова практически идет движение вниз. Почему я говорю снова идет движение вниз? Потому что это череда из медвежьих свечей, у которых локальные максимумы в основном упускаются. И, конечно, видно, что локальные минимумы упускаются. Это свидетельствует о том, что в последние недели вот здесь у быков практически нет силы, чтобы сохранить цену. И медведи продолжают давить на рынок. Если перейти на дневной таймфрейм, здесь практически хочу упомянуть, что вот оно, вот это движение, которое наблюдается сейчас. И здесь все-таки, если посмотреть на глобальный тренд, кто-то говорит, что здесь есть два рейнджа практически. Вот они практически эти два рейнджа одинаковые по высоте. И сейчас практически цена прикоснулась к верхней части вот этого нижнего рейнджа и пойдет снова вниз. Вполне вероятно. Но можно посмотреть по-другому на рынок. Можно сказать, что вот глобальный тренд, который практически продолжается, он остается восходящим. И вот верхняя линия условно вот этого такого канала. Конечно, траекторию можно чуть-чуть менять. Но и где, что пока еще идет глобальный восходящий тренд. Потому что если перейти к линейному графику, здесь видно, что все вот эти последние впадины, они повышаются. То, что свидетельствует о том, что тренд восходящий. Почему на это я обращаю внимание? Потому что внутри вот этого восходящего канала идет сейчас коррекция. И, конечно, эта коррекция по сути, по графическому анализу, может подтянуть цену до нижней линии восходящего тренда или канала. И уже после этого предполагать, что произойдет движение вверх. Это, скорее всего, достаточно такой вероятный сценарий. И на самом деле, если перейти к четырехчасовому таймфрейму, я хочу показать, что да, тренд на данный момент здесь на четырехчасовом таймфрейме. Вот он, практически этот тренд остается нисходящим, потому что идет снижение локальных вершин и локальных впадин. И это может практически продолжиться, кто знает, до нижнего предела вот этого глобального дневного канала вверх. И уже после этого, может быть, цена отскочит. Будем следить за ситуацией. Так что это мое личное видение на данный момент. Пожалуйста, поделитесь вашим взглядом на ценовой график биткоин Сатоши Вижен в качестве комментария нижего этого видео. Я вам всем желаю удачи на финансовых рынках. Приятных выходных, здоровья и до новых встреч. С вами, как всегда, в этом я был AdCryptoSpark. С вами был Игорь Негода.